Всем привет! Меня зовут Карен, я архитектор по образованию и руководитель компании Александр Тишлер. Хочу рассказать немного о нас и о том, как мы проектируем нашу мебель. В этом году компании исполнилось 5 лет. За это время мы сделали очень много классных проектов. Они все были по большей части индивидуальны. Допустим, мы сделали Ельцин-центр. Все места общего пользования мы сделали Ньютон-парк в Ельцин-центре, Петровский, World Class и много-много других интересных объектов, которые у нас есть в городе Екатеринбурге и не только, в том числе, естественно, квартиры. И за это время мы очень много сделали вещей, которые были прям по-настоящему индивидуальны. Допустим, в Инстаграме за 13-й год у нас сохранились посты, где мы делали стены в панели в виде сот, делали какие-то сложные конструкции подстольев для столов и так далее. Много-много разных вещей, которые сформировали нам имидж, как людей, которые могут сделать что-то интересное в интерьер. И за этим, собственно, к нам приходили дизайнеры интерьеров, которым нужно было что-то реализовать интересное и обязательно сложное. Такие минусы во всем этом были. Основная проблема – это долгие сроки производства, потому что мы постоянно что-то изобретали. То есть мы там брали какой-то узел и понимали, что, блин, тут без бутылки вообще не разобраться. Надо срочно это все дело как-то там придумывать, компоновать. И на выходе мы не всегда получали результат, который нам нравился. Ну, просто потому что нам не хватало времени, нам не хватало, может быть, каких-то компетенций в различных вопросах. И, допустим, фотографии проектов тех лет, они демонстрируют проблемность такого подхода, когда мы брали и что-то придумывали с нуля. Ну, допустим, в этом проекте мы не смогли победить пилястру, потому что вот здесь вот этот лепесток слишком маленький. Вообще в целом она какая-то непропорциональная, сделана некрасиво. Вот в этих дверях мы там не победили фриз, который как-то неправильно стыкуется с пилястрой. Ну, и много-много таких моментов, которые нас делали какими-то, правильно сказать, непрофессиональными с точки зрения дизайна. Естественно, когда к нам приходили дизайнеры, они хотели получать более высокого качества изделия и с точки зрения эстетики в первую очередь. Мы же эту эстетику дать не могли, просто потому что нам, как я уже сказал, не хватало времени проработать каждый узел. И мы задумались о том, что нам такой подход не нравится. И, естественно, нам хотелось как-то эту историю реализовать в более системном и правильном с точки зрения эстетики ключе. И вот с 2014 года начали разрабатывать стандартизацию и разрабатывать наши коллекции мебели, которые бы позволяли делать интерьеры с очень высоким уровнем эстетики. И что же в итоге получилось? Мы за это время сделали две коллекции, итальянская, классическая, немецкая, современная коллекции, которые обладают стандартными типами элементов, но при этом абсолютно не скованы в размерах и в цветах. Что может мало предложить какой-то производитель, такой системный, большой. Просто потому что есть определенный набор модулей, которые надо использовать. В нашем же случае этого нет. Но обо всем чуть поподробнее. Что же такое коллекция-конструктор? С нашей позиции это спроектировать какое-то отдельно взятое изделие очень просто. Ну, там взять какой-нибудь стол и его один раз взять и спроектировать. Это не составляет труда, просто потому что все вводные данные понятны. Наша же задача состояла в том, чтобы создать универсальную коллекцию-конструктор, которая позволяет сделать красивым изделие, как, допустим, сделать из нее тумбочку из этой коллекции, либо сделать целый гардероб, или сделать бодуар, бодуарный столик какой-нибудь, либо сделать кухню. И вот каждый конкретный этот, каждый конкретный это изделие нам создавало новые, новые, новые знания, которые мы пытались систематизировать с точки зрения узлов и деталей. И, естественно, вот там по прошествии времени мы сформировали базу знаний, которая нам позволяет делать множество различных изделий в одном стиле, в одних и тех же компонентах, но при этом они все работают на один общий результат. И что такое вообще в нашем понимании коллекция? Это не просто набор модулей с определенным типом размеров, я уже сказал. Это набор просто элементов, которые правильно стыкуются друг с другом. Таким образом, чтобы изделие получилось красиво. Не просто как-то там, как получилось, как обычно это происходит. На самом деле, да, и это основная боль большинства дизайнеров и клиентов в том, что изделия получаются сырыми просто, потому что никто не думает о узлах. И есть набор элементов. Я буду рассказывать на примере классики, потому что она богата этими элементами. И все то же самое справедливо для современной коллекции, потому что она строится под тем же самым базовым принципом. Допустим, есть карниз с фризом, есть корпус, тоже отдельный элемент. Есть опоры для различных типов изделий на ножках, есть различные типы полок, есть различные типы пилястр. Все эти вещи, они очень гибкие по размерам. Ну, допустим, если ножки, они могут варьироваться по высотам. Корпуса могут во всех трех измерениях изменяться до миллиметра. Фризы также могут в любых компоновках существовать. Но, опять же, определенного только до этого сечения. Полки различных габаритов и пилястры можно тоже варьировать по разным высотам. Варианты исполнения фасадов тоже очень многообразны. Помимо того, что там могут быть просто какие-то филенчатые фасады обычные, могут быть фасады с фацетом, стекло с фацетом, могут быть зеркальные, могут быть, допустим, есть такой декоративный пояс по периметру наших любых изделий, которые можно также либо делать, либо не делать. Различные типы ручек. Ну и самое интересное, что, естественно, эти фасады также могут варьироваться активно по размерам, то есть до миллиметра, в зависимости от того, нужно ли этот шкаф встроить в нишу или поставить в какой-то простенок. И большим плюсом у нас является то, что мы можем любой наш фасад покрасить по каталогу NCS, в котором 1950 цветов. То есть очень можно точно подобрать цвет в какой-либо отделке интерьера, то есть стена выкрашена определенным цветом, мы можем четко подобрать цвет шкафа под этот цвет стены. Также могут украситься и корпуса в том числе, то есть так как они могут быть выполнены из различных материалов, о чем еще поподробнее расскажу после. Также помимо фасадов из МДФ, которые были до этого представлены, мы можем сделать фасады из массива ясеня, из массива бука. То есть они обладают всеми качествами изделий из лучших традициях итальянских мастеров. Все это сделано. И что самое главное, все наши фасады, они идентичны. То есть любой, если фасад из МДФ взять, фасад из массива ясеня, из бука, они будут полностью идентичны друг другу. И никто вам никогда не скажет, не узнает на самом деле, если, допустим, вы сделали себе шкаф из фасадов из МДФ, что это фасады не из массива, потому что они собраны как изделия из массива. Не сделаны на ЧПУ, как это часто бывает. Что касается корпусов. Корпуса у нас могут быть четырех видов. Это корпуса, ну, самая популярная история, самая экономичная, это ЛДСП Эгер, который мы кромим обязательно каждую нашу доску по периметру 0,8 кромкой. Все это крепим, стягиваем на эксцентрике хафеля, тоже очень классные и дорогие. Таким образом изделие получается очень выигрышно выглядит изнутри. То есть мы об этом очень тоже активно думаем. То есть для нас эстетика, она не только снаружи, но и внутри. Также могут быть корпуса шпонированные, покрытые эмалью, либо покрытые шпоном и эмалью. Таким образом можно создавать различные варианты абсолютно любых изделий. Если открытый модуль, можно сделать его шпонированным, закрытый из ламината. И таким образом варьировать себестоимость изделия. Что же касается ящиков. Ящики – это отдельный наш фетиш, на который мы очень активно обращаем внимание. Его суть заключается в том, что мы полностью отказались от ящиков из ламината. Или там, как это бывает, делают из фанеры. Для нас ящик – это такой же полноценный элемент изделия, как фасад. И поэтому для своих покупателей мы предлагаем только ящики Blume Metabox, Blume Legra Box и наши шпонированные ящики орехом или дубом со скошенными, крутыми углами. Такая очень эстетичная вещь. И на направляющих ящики Blume Maventa. Обратите внимание, что все наши фасады шпонированы с двух сторон. И каждый этот шпон, то есть мы наши все изделия шпонируем только так. То есть любой фасад у нас шпонируется только с двух сторон. Это важный момент, как с точки зрения эстетики, так и с точки зрения функций. Потому что большие фасады деформируются, если они зашпонированы с одной стороны. Ну, очень часто встречается, что берут просто ламинированный МДФ, его шпонируют с одной стороны, а с обратной стороны там просто ламинат белый. И это выглядит очень странно. Ну и у нас нет передних царк, как вы здесь можете тоже увидеть. Это позволяет тоже повысить эстетику. То есть мы всегда против таких вещей, которые даже премиальные итальянцы иногда используют в своих изделиях. И что же мы получаем в качестве результата? Мы получаем универсальную рабочую модель, коллекцию, коллекции, которые позволяют делать очень сложные вещи, которые абсолютно нереализуемы в других системах. То есть такие вещи раньше могли делать только премиальные итальянцы. А именно это делать стеновые панели системно, с пониманием того, как каждый элемент и узел работает, делать кессонные потолки. Причем у нас есть ноу-хау, мы знаем, как делать их быстро и с очень высоким качеством, потому что очень много прошли решений, которые отрабатывались во времени. В какой-то степени мы поняли, что вот это решение уже самое лучшее. И понимая все это, мы можем создавать любую, как встроенную, так и отдельно стоящую мебель, и она будет нести запрограммированный результат на качество. Если вы здесь посмотрите, как это все выглядит, это очень сложные всегда вещи. Вот очень важны вот эти вот всегда узлы, когда мы стыкуем, допустим, стеновые панели с пилястрами. Очень важны всегда узлы, как пилястр приходит во фриз. И вот эти моменты, они всегда упускаются, когда это изделие делается индивидуально. В нашем же случае, когда мы продумали именно элемент стыка, как все эти миллиметры работают, да, мы можем сварьировать высотой, как-то сварьировать габариты, но при этом сам элемент типовой, стандартный, он остается неизменным. И, соответственно, результат, который вы получаете, он тоже получается очень высокого качества. Что же, еще какие плюсы в нашей есть коллекции, которые мы сделали? Один из для нас ключевых плюсов, и мы его рассматриваем как просто правильную логику в проектировании изделий. То есть все наши изделия, они отдельно стоящие. То есть мы никак не привязываемся в любом случае к стенам в интерьере, в котором мы работаем. Это исключительно только в двух случаях. То есть мы привязываемся к стенам, к потолкам. Это у нас вопрос со стеновыми панелями, когда решается. И то мы не делаем никаких закладных, потому что тут задача стоит таким образом, чтобы просто прикрутить панель. И второй момент, то есть кессонные потолки, которые мы тоже прикручиваем просто к основанию. Все шкафы, они отдельно стоящие на регулируемых опорах, и поэтому мы никак не прикручиваемся к стенам, не пытаемся создать какую-то геометрию, исходя из стены, просто потому что это очень сильно ухудшает качество изделия. Да, если у вас стены кривые, если у вас пол кривой, потолок кривой, то и вся мебель станет к ним криво. То есть не надо создавать иллюзии у себя, что если вы вдруг пригласите мебельную компанию, вам стены эти выровняют. Вы же не просите обоями выровнять стену в квартире. Вы просто-напросто выравниваете эту стену специально обученными людьми. Так же и тут. То есть здесь весь принцип состоит в том, чтобы каждый выполнял свой блок работы. То же самое справедливо и для гардеробных. Сейчас очень активно строятся такие гардеробные в виде досочек, палочек и каких-то там джокерных систем хромированных. Это все, конечно, нельзя называть гардеробными. Это в нашем понимании просто кладовки, в которых хранят банки, склянки и какие-то там нажитое какое-то имущество в тюках. Все-таки гардеробные с нашей позиции – это личный бутик, в который, неважно какого габарита он, его важно реализовать красиво. И, соответственно, те же самые принципы, что существуют и в построении кухонь, каких-то шкафов. То есть это принцип модульности, собираемости по элементам каждого блока на своих регулируемых опорах. Все это дает очень высокий уровень качества и имеет вообще право называться мебелью. И это пространство, можно действительно сказать, что это личное пространство, личного бутика. И так как мы проектировали коллекции параллельно, мы закладывали базовые принципы, единые, и в классику, и в современную коллекцию. И, соответственно, нам ничего не стоит одну коллекцию перевести в другую и наоборот, если вдруг клиент решит как-то переиграть историю, связанную с общей стилистикой. Как я уже говорил, наша основная задача, связанная с проектированием, она заключается в том, чтобы проектировать любые изделия в единой стилистике во весь дом. Соответственно, эти коллекции позволяют нам это делать очень легко, и изделия получаются красивыми. Сейчас хочу рассказать немного про узлы, про детали, опираясь в первую очередь на то, какие ошибки возникают в процессе различных изделий, проектирования изделий. Обычная работа дизайнера, интерьерного, она заключается в том, чтобы придумать концепцию, сделать объем чертежей по интерьеру, еще каким-то образом взаимодействовать с клиентом, вносить корректировки, постоянно что-то менять. И, естественно, в контексте понимания этой ситуации возникает огромное количество точек риска, где мы можем допустить ошибку, где взгляд дизайнера не уследит, и получится что-то такое, что будет выглядеть не совсем эстетично. И мы очень небольшие любители плохих узлов и сопряжений, и поэтому для себя ведем коллекцию различных недостатков мебельных элементов, которые периодически демонстрируем нашим партнерам, так просто для понимания того, как делать не надо. Ну, допустим, очень частые вещи, когда просто съезжают изделия одно относительно другого, когда появляются в процессе проектирования планки-компенсаторы какие-нибудь, да, то есть это вообще и салоне мебель, которая вроде бы стоит немало денег, фасад из массива, и планка-компенсатор сзади появилась. Когда выступают столешницы за пределы модуля, и эти все вещи, они... Это очень частая, на самом деле, ошибка, то есть это даже и ошибкой, скорее всего, не считается в, так скажем, в интерьерной среде, но с нашей позиции это ошибка, потому что этот узел выглядит плохо. Вот тоже, да, плохой стык. Ну, и самая вообще классика жанра, когда модули отдельно, карнизы отдельно, и мы понимаем, что в данном конкретном случае на откуп именно вопрос карниза отдан был монтажнику, которому отдали просто планку и сказали, вот едь, ставь как хочешь. Там без разницы вообще что-то получится. И, естественно, это ухудшает общий дизайн, да, то есть это делает его более дешевым, хотя за него отдали немаленькие деньги. И вот чтобы таких вещей не происходило, мы вот как раз с 2014 года активно развивали эту историю со стандартизацией. И у нас сейчас документом порядка 200 страниц различного содержания, где мы описываем разные элементы сопряжения, узлы, детали, которые в этой системе существуют. И если мы сталкиваемся с какой-то новой историей, мы ее туда заносим, таким образом апгрейдим наш уровень, делаем его более высоким, да, то есть не начинаем каждый раз снова с чистого листа, а растем активно в этом вопросе. И вот на примере наших изделий хочу показать просто, как это выглядит у нас, как стыки, как они решаются с точки зрения системы. Допустим, вот в этой кухне есть три сложных стыка, которые мы определенным образом решаем. И у нас есть решения, которые нам нравятся, да, и мы их популяризируем. Во-первых, переход, ну, во-первых, сам карниз, что он на месте, он не вылетел никуда, да, то есть он стоит там, где он должен стоять, с определенным заглублением, да, то есть есть четкое понимание, вот где эта плоскость находится, где это, где это и где это, как это все работает вместе. Вот, ну и второй момент, что здесь идет стыковка двух разных систем, да, то есть это корпусная мебель справа, да, а слева у нас стеновые панели. И очень надо понимать, что это абсолютно разные конструктивные типы, да, того, как это все работает, как это все крепится. То есть если корпус, да, мы поставили корпус, на него поставили карниз с фризом и закрепили его снизу, да, если есть возможность, то сверху можем закрепить. А вот что касается стеновых панелей, то эта история немножко другая, да, то есть здесь все крепится через, вот, допустим, фризы крепятся через цветки, пилястры через лепестки, и все это потом просто приклеивается на уже, на свои места. Ну и основной момент, еще тоже хотел сказать, что каждая наша стеновая панель или какое-то изделие, которое крепится к стене, оно крепится не на клей, а крепится только на резьбовое соединение. И места, где эти саморезы есть, мы закрываем именно декоративными какими-то элементами. Это очень важный такой момент, потому что если, ну, клей бывает там перемороженный попадает, особенно там у нас в Екатеринбурге, и если мы, если что-то вдруг отвалилось по какой-то причине, то этот элемент очень небольшой, он никого не убьет, он просто отпадет аккуратно, и его можно спокойно приклеить. Они даже бывают, если отпадывают, да, какие-то вещи, хотя, ну, давно такого у нас не было, потому что что-то отпадывало. Но если даже это отпало, то оно даже, бывает, не повреждается, потому что оно имеет малую массу, и это легко можно обратно приклеить там в течение, там, пяти минут, и даже без помощи монтажной бригады. Вот тоже сложный узел примыкания столешницы к стеновым панелям. Тоже много копий было, полегло в боях за вот этот узел, и в конечном счете он получился эстетичным, каким нам бы его хотелось видеть. Очень важный момент, связанный с угловыми решениями, да, то есть у нас есть специальная угловая пилястра, которая плавным образом стыкует два модуля друг с другом. Ну, также есть открытые, естественно, модули, да, для декоративных сушек, и так далее, но все это настолько сбалансировано, что работает очень слаженно и красиво. Ну, другая кухня с другим решением, с другими узлами, сейчас поподробнее. Ну, во-первых, да, очень частая проблема вот этого примыкания на... у очага, у карниза очага с ближайшими модулями, здесь он тоже продуманный элемент, то есть так как мы всегда эти вещи у нас однотипные, и стандартные, мы их четко всегда понимаем, как это все стыкуется друг с другом. Важный тоже узел, это узел примыкания трапециевидного модуля к обычным. У нас есть специальная пилястра, которая позволяет плавно переходить из одного модуля в другой, и еще такой момент, что все наши открытые модули, они идут за пылицо с фасадами, то есть обратите внимание, как идет линия, да, то есть она идет, вот плоскость, потом она немножко тонет, этот открытый модуль идет с ней заподлицо, потом она дальше плавно переходит сюда, и уже снова поднимается вот по этой плоскости. То есть вот эта нюансировка, она создает сложность изделию, и вот эта эстетика в деталях добавляет ценности, да, и когда вы смотрите на целиком сделанное изделие, вы понимаете, что оно не может столько стоить, а наши изделия реально стоят ниже, чем они выглядят, потому что именно такая работа с деталями, она очень сильно выигрывает с точки зрения зрителей. Обычно открытые модули как-то так решаются, ну, понятно, что есть разные производители, там по-разному это все делают, но очень часто, да, ситуация, когда открытый модуль просто там, это утоплен относительно плоскости фасадов, нам так не нравится. Ну и наш любимый узел, когда у нас столешница выпирает из плоскости, да, ну, то есть у нас есть плоскость фасадов нижних модулей, у нас есть какая-то колонна, да, где, допустим, духовой шкаф может стоять, и мы вот для всех наших клиентов рекомендуем выдвигать вперед эту колонну, чтобы этот узел был красивым, да, то есть об этом вообще очень мало, даже дизайнеры об этом мало задумываются, мы вот настоятельно всегда всем рекомендуем делать именно так, чтобы эстетика была вот во всем. И так как мы проектировали эти изделия, ну, классику современной вместе, соответственно, все это и справедливо для современного стиля, современной нашей немецкой коллекции, и также модули открыты решаются, также решаются узлы с примыканиями, и все, что мы делаем, да, оно справедливо для обоих коллекций. Просто там у классики там больше декоративных элементов, она сложнее, она намного более емкая с точки зрения проектирования, поэтому на базе этого, на базе классики происходит описание. И так как мы на старте понимаем все наши узлы, детали, да, фрезеровки, декоративные элементы, то, что клиент видит на входе, да, то, что он, какую картинку он получает на входе, какой эскиз, то же самое он получает и на выходе, на монтаже. Это очень важно, да, то есть никаких иллюзий, да, по отношению к тому, что я думал, что как-то будет по-другому, да, или каких-то таких вот решений, что, ну, мы тут доработали в процессе, да, вот извините, но это получилось только так, да. Вот в нашем же случае, то есть если есть решение в эскизе, то оно таким же будет и на выходе. Что же у нас есть для наших партнеров-дизайнеров? То есть мы активно работаем как с конечными потребителями, так и с дизайнерами, и для дизайнеров у нас есть две фишки, которые они могут получить, работая с нами. Во-первых, мы никогда не заключаем договоры с клиентами, которые, в рамках которых мы не понимаем, а что же мы продаем. Соответственно, мы каждому нашему клиенту предлагаем сделать инженерный проект мебели с учетом зазоров, с учетом технических заданий под закладные, под различные там искривления углов и каких-то определенных там физических объемов помещения. Мы точно понимаем каждый узел, как он будет решаться, это подписывается инженерам, подписывается дизайнерам, который это все разработал, и на выходе это только подписывается уже с клиентом, который покупает не кота в мешке, как это часто бывает, а именно конечное нормальное изделие продуманное. И второй момент, второй момент – это то, что мы… У нас, во-первых, есть 3D-модели нашей мебели, и мы легко делимся со всеми этими моделями, чтобы их можно было вставлять в проекты и делать их чуточку более реальными, чем они бывают и иногда получаются. И второй момент мы, с точки зрения моделей, мы делаем индивидуальные сборки под конкретный интерьер. Ну, допустим, есть какая-то гардеробная, в которой можно сделать… Ну, то есть надо сделать какое-то наполнение. Очень часто сталкиваются дизайнеры с такой задачей, в которой это наполнение очень специфическое, то есть они не всегда понимают, а как же это все сделать. И вот мы можем взять на себя задачу создать гардеробное пространство в виде шкафов, естественно, и эти модели отправить. Таким образом вы вставите эту модель и получите интерьер, который будет красив и верен с точки зрения эргономики и конечного продукта и результата. И если так подытожить, то мы всегда рады, если вы к нам обратитесь за той или иной задачей, и будь то это 3D-модели, или там изготовления каких-либо изделий, мы всегда будем приветствовать вас и рады помочь. Ну, на этом все. Я надеюсь, вам было интересно узнать, чем же мы таким занимаемся, чем мы можем быть вам полезны. Поэтому, если нужны модели, оставляйте заявку у нас на сайте. Если нужна мебель, звоните, пишите, или также оставляйте заявки. Будем очень рады. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok